Приветствую вас, дорогая церковь! По милости Божией мы в это утро, может быть, в Доме Его, для общего рассуждения перед общей церковной молитвой хотелось предложить одно место из жизни Иисуса, когда Он был на этой земле, и вот когда Он с учениками ходил, и когда к Нему подошел один человек, богатый юноша, и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос ему сказал, и этот человек очень был богатый, и Христос ему сказал, продай все свое имение, раздай нищим, и будешь иметь нетленное богатство, и будешь учеником моим, да, Христос сказал. И этот человек опечалился, потому что он был очень богатым. И далее Петр говорит такие слова, мы прочитаем в Евангелии Матфея, в 19 главе, 27 стих. Евангелие Матфея, 19 глава, 27 стих. И Петр тогда, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Вроде казалось бы, Петр, что ты за вопрос задаешь Христу? Что же будет нам? Вот мы все оставили и последовали за тобою. Знаете, если подумать, это вполне уместный и хороший вопрос. Я думаю, в жизни наши тоже сталкивались такие ситуации, когда нам приходилось что-то оставлять ради чего-то другого. Может быть, нам предлагали лучшую работу, там, где будет лучше зарплата, и нам надо было оставить прежнюю работу. Может быть, на новой работе будет лучше бенефиты, будет нам иншуринс, будет лучше скеджул, у нас график работы, ближе к дому. И мы оставляем прежнюю работу, и которую новую работу нам предлагают, мы принимаем, потому что это лучше, чем наша прежняя работа. Перед нами встает такой вопрос. Это лучше? И мы тогда принимаем это. И Петр говорит, вот мы оставили, и что же будет нам? Для того, чтобы нам принимать такое решение, надо, чтобы эта работа, она была лучше, чтобы она нам больше нравилась. Петр говорит, вот мы оставили все. Из Писания мы знаем, что у апостола Петра, у него была семья, была жена, была теща, которая написана, что Христос потом исцелил ее, и Петр это оставил, последовал за ним. Братья Завидеевы оставили своего отца, подчиняющего сети в лодке, и последовали за Христом. Они тоже что-то оставили. Может быть, другие ученики тоже, у них были семьи, были родители, были жены, может, были дети, и они оставили, последовали за Христом. Матфей, который был сборщиком налогов, он тоже оставил свое дело, свое занятие, которое было прибыльное, когда он был на этом месте, когда он собирал сбор, кое-что перепадало ему в карман, в его кошелек. И это была хорошая, прибыльная работа, и он это оставил, и последовал за Господом. И вот Петр говорит, а что же будет нам? Знаете, Христос рассказал одну притчу про одного человека, который нашел дорогую жемчужину, и он пошел, продал все свое имение, все, что у него было, продал это, пошел, купил это поле, чтобы приобрести эту жемчужину. Это нечто драгоценное, нечто дорогое, то, что человек хотел приобрести. Он продал все, отдал деньги и приобрел вот это. Он что-то должен был чем-то пожертвовать ради того, чтобы это было ценно для этого человека. Знаете, может, в жизни нашей тоже бывает такое, или было в нашей жизни, что мы что-то оставили, последуя за Господом. Петр говорит, вот мы оставили все. Может быть, мы не оставляли все, как оставили это ученики, последовали за ним. Может быть, мы оставили какую-то работу, потому что эта работа не для христианина. Может быть, мы оставили некоторые занятия, которые не славят имя Господа, которые греховные, и мы это тоже оставили, последовали за Господом. Может быть, в жизни нашей были какие-то привычки, что-то мы любили делать, что-то нам нравилось делать, и мы это должны были оставить, потому что мы последовали за Господом. я думаю, среди нас нет тех людей, которые выненуждены были оставить свои семьи, чтобы последовать за Господом. Но много таких людей, которые живут в мусульманских странах, там, где ради Христа они должны были оставить свои семьи. Может быть, это не было их желание, но они выненуждены были. Знаете, слышу историю про одну семью, это в Киргизии, когда дочь одного председателя колхоза, или по-нашему, скажем, может быть, это мэр города, да, большой человек. Многие его люди знали, весь колхоз, весь город знал этого человека. Он был мусульманином. И вот его дочь, она приняла Христа, она стала христианкой. Прекрасно знаем, что для этих людей это позор. Потому что оставили ихнюю ихнюю веру во то, что они верили мусульманство и приняли христианство. Это было для него позор, потому что он был очень знатным человеком. Многие люди его знали как хорошего мусульманина. И вот его дочь стала христианкой. Для него это был позор, для него это был удар. И вот он ей говорит, у тебя выбор, у тебя два пути. или ты останешься в семье, с нами будешь, но откажешься от христианства. Или же мы вынуждены будем тебя выгнать, и ты не будешь больше нашей дочкой. для нее это был тяжелый выбор. Но она должна была предпринять, принять это решение. Но ради Христа она оставила отче дом. Она потеряла свою семью, она потеряла своих родителей, потеряла своих братьев, сестер. Но она приобрела Христа. Также слышал новость об одном молодом человеке, который тоже из мусульманской семьи. И он уверовал, он стал христианином. Его хорошие друзья, с которыми он дружил хорошо, они, встретив его, узнали, что он христианин, избили его. Он остался еле живой. Но ради Христа он потерпел это. Он оставил эту прежнюю жизнь и последовал за Христом. Я думаю, много примеров, которые мы с вами знаем, когда из мусульманских стран, Ирак, Иран, Пакистан и другие страны, там, где люди становятся христианами, сколько они претерпят гонений, лишаются своих семей, потому что они стали христианами. Они оставили то. И Петр говорит Христу, что же будет нам? И далее, если мы читаем в 29 стихе Христос отвечает на этот вопрос. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Вот он ответ. Вот то, что ожидает тех, которые оставили, что-то оставили в жизни. Оставили свои удовольствия, оставили свои занятия, оставили свои любимые дела. Потеряли свои семьи, потеряли своих родителей, братьев, сестер. Последовали за Господом. Вот что Христос обещает. Восток рад и жизнь вечную. Когда Христос сказал, что восток рад, знаете, я так думал, что почему именно не только на небесах, но я думаю, на этой земле мы тоже можем получить то, что мы потеряли, то, что мы оставили. Знаете, те люди, которые действительно лишились своих семей, приняли Христа, были изданы из своей семьи, но они приобрели немного больше, намного больше. Придя в церковь, став христианами, став членом церкви, они приобретают много братьев, сестер, приобретают то, что они потеряли во много-много больше. И придя там, придя туда, в небесные обители, они приобретают намного больше жизнь вечную и вечную жизнь со Христом. Христос сказал в Матфея в 10 главе в 37 стихе мы прочитали такие слова «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Знаете, как на первый взгляд тяжело понять эти слова. Кто любит свою семью, своих ближних больше, чем меня, не достоин меня. ну вот через это случай, о котором мы говорили, это проверяется. Когда действительно люди, они любят Христа больше, чем своих родных, и они готовы оставить своих родных ради Него. И Христос также говорит в Луки 14 глава 33 стих «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Да, действительно, для нас, чтобы... Знаете, я родился и вырос в христианской семье. Может быть, для меня, ну, не было такого, что я что-то должен от чего-то решиться такого большого ради Христа. Но те люди, которые жили в этом мире, они почувствовали вот эту перемену, они почувствовали, что они должны были от чего-то отказаться для того, чтобы стать христианами. И Христос неоднократно в Слове Своем говорит, что «Кто хочет последовать за Мною, отвергни себя». Христос имел в виду, что наше, наше Я, то, что живет в нас, то, что мы ставим на первое место свои желания, может быть, свои похоти какие-то, а Христос говорит, откажись от этого, отвергни себя, отвергни свое Я и последуй за Мною. Христос призывает к тому, чтобы в центре нашей жизни был Он, чтобы мы не угождали своей плоти, своему Я, а чтобы Он был в центре нашей жизни, чтобы мы могли делать то, что Он желает в жизни нашей, чтобы мы следовали за Ним. В послании филиппийцам апостол Павел говорит такие слова в 3 главе 7 стихом, 7-8 стих, «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я подшел четою, да и все почитая четою, ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа». Апостол Павел, который жил той жизнью вне Христа, и вот он, когда стал учеником Христа, когда последовал за Христом, и он, просматривая свою жизнь, прошлую жизнь и настоящую жизнь, он сравнивает и говорит, что вот это все прошлое, это все мусор, это все ссор. Знаете, мусор, когда мы видим в доме своем на полу какой-то мусор, мы не проходим же мимо, мы не оставим его, а, лежит и пусть лежит. Нет, нам хочется быстрее взять веник, взять совок, подмести этот мусор, взять пылесос, попылесосить, потому что это мусор, он мешает нам, и мы не собираем его во что-то и храним его как нечто дорогое, как нечто хорошее. Нет, мы это выкидываем, потому что это не нужно, это нам мешает, это мусор. И апостол Павел сравнивает прошлую свою жизнь с мусором вот этим, который ненужный, от которого надо освободиться, который надо выкинуть. И он говорит, ради Христа я все вот это почитаю за ссор. Ради Христа я готов от этого всего отказаться, потому что это все ссор, потому что это все мусор. Потому что это все ненужное. И апостол Павел нас призывает к тому, чтобы мы тоже оставили прежнюю жизнь, оставили этот мусор, оставили этот ссор и последовали за Господом. Апостол Иоанн в своем первом послании Виана в 2 главе с 15 стиха пишет, не любите мира ни того, что в мире. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, что нам этот мир может предложить? Итак, апостол Иоанн говорит, в ком нету любви Божьей? Кто любит мир, в том нет любви очей. Что может предложить этот нам мир? А ничто хорошего. Знаете, сатана, он он лжец и отец лжи. То, что он предлагает, это все временное, это все проходящее. В нем нету истины. Он предлагает, может быть, что-то, оно такое красивое, что-то такое, вроде на первый взгляд, такое приятное, но последствия он не показывает. А Бог, он истинен, он праведен. Если он говорит, что за то, что ты оставишь вот это все, тебе будет награда вот такая и такая, так оно и будет. И сатана, он предлагает эти временные удовольствия, временное, приятное проведение времени, может, на этой земле, удовольствия, эти богатства, но это все пройдет. И придет время, когда это все нам надо будет оставить. Мы ничто не сможем с собой взять. Но Христос предлагает, чтобы мы это все могли оставить и приобресть намного большее. мир предлагает временное, а Бог предлагает вечное, вечную жизнь с Ним. Дорогой друг, если ты в своей жизни сделал этот шаг и оставил прежнюю жизнь, оставил все то, что у тебя раньше было, знай, что Господь благословит, знай, что награда будет. Может быть, мы оставили работу, которая нам нравилась. Может быть, мы как наши студенты, молодежь, оставили то, что не славит имя Господа. Тех друзей, которые, может быть, нас уводят от Христа. Те занятия, те, может быть, любимые привычки. Может быть, то, что предлагает этот греховный мир. И мы это ставили и последовали за Господом. Господь воздаст. Воздаст во сто крат, Он об этом сказал. И награда будет жизнь вечная. Дорогой друг, если ты медлишь, если ты еще в нерешимости, если, может быть, это земное, то, что предлагает сатана, предлагает этот мир, оно еще держит тебя. И ты еще не решился на этот шаг, оставить это и последовать за Господом. Ты никогда не пожалеешь об этом, если ты это сделаешь. Мы это, может быть, не видим сейчас, но Господь воздаст. Знаете, я слышал историю про одну девушку, которая переплывала, если не ошибаюсь, она переплывала океан. И вот она, когда уже подплывает целью, но она не видела цель, потому что был туман. И она уже устала и выбилась из сил. Рядом с ней в лодке плыла ее мама. И немножко осталось до берега доплыть. Но она не могла видеть из-за тумана. И она тогда сдалась. Тогда ее приняли на лодку и проплыли немножко и доплыли до берега. Она говорит, если бы я знала, что немножко осталось, я бы доплыла до конца. Я бы набралась бы сил и доплыла бы. Дорогой друг, может быть, ты не видишь того, что Господь предлагает той награды. Но это будет. Это будет та награда, которая будет во сто крат. Господь обещает, Господь и сделает. Добро пожаловать нас, Господь, чтобы мы, слыша это слово, чтобы мы каждый день могли что-то оставлять в жизни нашей, последуя за Господом. А я думаю, мы это делаем. Каждый день. Мы должны это делать. Принимая какие-то решения, может быть, от чего-то отказаться, может быть, каким-то обманным путем нам предлагают приобрести какую-то лучшую работу или, может быть, в колледже что-то, лучшую оценку приобрести, но это будет, ну, нам надо что-то неправильно сделать, может быть, что-то сказать, неправду какую-то. Дорогой друг, откажись от этого и последуй за Господом. И Господь благословит тебя в жизни этой и вечности. Аминь. Склонимся в молитве.